Радио Комсомольская правда. Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю радио Комсомольская правда. И тебе рекомендую. Радио Рубка. Будет жарко. Ведущий Иннокентий Шеремен. Здравствуйте. Радио Рубка не от слова радио, а от слова рубка. Рубиться, зарубаться. Сегодня будем по какому поводу зарубаться? Может ли учитель повышать голос на ребенка? Может ли он в состоянии эффекта назвать ребенка говном? Ну или хотя бы какашкой? Информационная бомба, вот еще недели не произошло с 1 сентября, как информационная бомба рванула в глубинке Свердловской, в Алапаевском районе, в школе номер 2, в Верхней Синячихе. Юные школьники, шестиклассники затравили молодую, красивую, статную, не побоюсь этого слова, фигуристую, такую знойную брюнетку Елену Прекрасную и Елену Александру Корнилову. И женщина несчастная в состоянии аффекта, ну, была вынуждена с пространной семиминутной речью обратиться. Ну, началось все с того, что, ну как, дети около 30, не побоюсь этого слова, юных синяков, потому что некрасиво они повели себя, обитатели Верхней Синячихе. Я их разжаловал из синячихинцев в синяков. Ну, как это обычно бывает, шалят, безобразничают. Праздничают, вдруг видят зауч, Елена Корнилова, она зауч, и англичанка, учитель английского языка, увидели, что приближается преподаватель и как бы закричали, Еленка идет, Еленка идет. Но учитель, англичанка сказала, я вас ввожу как бы в курс дела, чтобы вы поняли, по какому поводу мы тут зарубаемся. Она сказала, не, все было не так. В течение 10 минут толпа ту вбегала, ту выбегала из класса во время перемены с дикими воплями. Еленка идет, Еленка идет, и так 20 раз подряд. Ну, женщину подорвало, и, в общем, она вышла и обратилась к детишкам с пространной речью. А детишки как бы случайно, и вдруг, ну, все же с гаджетами ходят, но они видео не включили, к сожалению, они включили только диктофон. И теперь мы прекрасно знаем, что они говорили. А вот говорили, учитель, обращаясь к ним, заявила, кто тут рот свой поганый разевает? «Мне противно на вас смотреть! У меня отчества, что ли, нет? Я что тебе, сестра-подруганка?» Я вообще, когда услышал, когда она начинает говорить про рот, я испугался, у меня рабоче-крестьянское происхождение, я твой рот, ну, нет, там, к счастью, ничего этого не было. Да и вообще, по-моему, какая-то дистиллированная ситуация была. Ну, дальше, «Мне срать на ваше поведение, мне чхать на вас!» «Ни одной...» Вот тут она произнесла страшнейшую, чудовищную угрозу. «Ни одной грамоты вашему классу не дам!» «Ты без нас какашка, без бумажки!» Ну, давайте послушаем, собственно, как она сама что-то говорит. «На поведение, что хотите, вы что и делаете!» «Мне, без тебя, здесь будет тише благодать!» «А вот ты без нас будешь ничто, какашка, без бумажки!» «Не начихать, начихать абсолютно на вас!» «Назвайте свою Юльку Алексеевну, Юлька идет!» «Ну и, пожалуйста, имя мое красивое, пожалуйста, больше служите своими погаными языками и произносите!» Ну, это сильно, конечно. Короче, записывайте в будущем. «Короче, имя мое красивое, пожалуйста, своими погаными языками больше не произносите!» «Вот. Ну, давайте, прежде чем мы начнем обсуждать с замечательными людьми, которые пришли сегодня в студию Комсомольской правды, послушаем оправдание. Лепец, жалко оправдание!» «Ну, эта ситуация, она уже длится на протяжении прошлого года. Ребята просто вот выбрали, видимо, такой способ поведения. Я у них не преподаю, я к ним никакого отношения не имею, я даже детей не знаю. В коридоре услышала вот это вот на протяжении, не знаю, 10 минут, наверное, это продолжалось, что они выбегали из класса и дразнили. Ну, я слышала, что меня называют не по имени-отчеству, а в свой адрес я слышала обзывательство. В прошлом году у нас был разговор с классным руководителем и с ребятами был. В этом году это тоже продолжилось. Я уже просто... Почему я должна терпеть такое унизительное отношение по отношению к себе? Вот. Ну, в общем, напоминаю, сегодня будем в студии... Нет, сраться не будем, будем обсуждать. Может ли учитель повышать голос на ребенка и может ли он в состоянии эффекта, ну, прикрикнуть? Каким-то таким нехорошим, жестким русским словом. Сегодня у нас в студии решительно против всякого прикрикливания на детей Лариса Александрова, мать двоих детей, ну, и по жизни зампредседателя Свердловского оригинального комитета общественного контроля. А вот в защиту вот этой учительницы Елены Прекрасной выскажется краса и гордость русского, ну, скажем так, ексимбургского уральского образования. Сразу два директора школы. Оба молодые, оба красивые. Алексей Махновецкий, директор ексимбургской школы номер один. И Евгений Сергунин, директор школы номер тридцать. Ну, Лариса, вот у меня первый к вам вопрос. Вы мать двоих детей. Один из них шестиклассник. Да. Все так. В верхней синячихе он учительницу не травил. Ну, я не знаю, кого он травит и где, в каких местах. Конечно, я знаю, нет, он никого не травит, но тем не менее. А вот вам не жалко эту несчастную девушку-женщину? Ну, представляете, двадцать раз подряд эти синяки выбегали и орали. Нет. Тут меня тоже, честно, не оскорбляют. Ну, вот если бы меня десять минут подряд дразнили кешкой, ну, я бы не обиделся, ну, я бы их точно какашками и назвал, как минимум пидорками. Ни в коем случае. Это дети. Нет, мне жалко, нисколько. Человек шел, выбирая профессию педагога, шла, училась в институте пять лет. Ее учили справляться со стрессовым... Она должна быть стрессовоустойчивостью. Лариса, вы будете смеяться, я интересовался. Оказывается, в педах не учат этому взаимодействию с детьми. А вопрос теперь к педам. Учат предмету, но не учат взаимодействию с детьми. То есть какую-то абстрактную психологию. То есть мы сегодня понимаем, что у нас учителя не могут справиться со стрессовой ситуацией какой-то. То есть они позволяют себе оскорблять детей, унижать их достоинства. То есть они нарушают не только этику учителя, они нарушают законодательство. Они нарушают декларацию о защите прав ребенка, которая говорит прямо, что запрещено применять какие-либо виды насилия к детям, в том числе оскорблять детей. Федеральный закон об образовании, статья 15, четко говорит, что никто не имеет права оскорблять детей. Поэтому с чего вдруг учительница решила, что она может говорить слово «какашка без бумажки» и так далее? Лариса, что с ней сделать теперь? Волить. Вот только вот за эту какашку. Давайте поднимаем трудовой кодекс и говорим о том, что такая категория, как учитель, это особая категория работника, который, опять же, вернусь к педагогической этике, которая не предусматривает какое-то оскорбление детей, какие-то насилия над ними. Лариса, такая жесть прямо, вот прямо такая кровавая. А почему нет? Вы такая симпатичная блондинка. Вас, может быть, накипело в связи с детьми, и вы просто мстите уже без разбора всем учителям? Нет. Я обожаю учителей. Это неправда. Я обожаю учителей. Допустим, у моего сына в школе замечательного учителя, и я всегда преклоняюсь и говорю, что да, дорогие учителя, вам нужно поставить памятник, потому что дети сегодня непростые. Да они всегда были непростые. У меня ребенок учится уже 6 лет. Никогда моего ребенка не обозвал ни один учитель. Что мой ребенок делает не так? Почему наши учителя в городе не позволяют себе оскорблять детей? Да, наши учителя, они только в трусах фотографируются. Но, извините, она женщина, по поводу личной жизни никто ничего не говорил. То есть в трусах можно. Конституция позволяет. А когда дети насмотрятся в гаджетах, которых у них в школе не отнимают, на то, как учительница в трусах, я не про эту женщину ни в коем случае. Вот. Я не исследовываю Инстаграм. Если бы она начала была в трусах. Вот. Насмотрятся, как они в трусах, а уже нет. Как бы нет. Каждый имеет право на неприкосновенность личной жизни. Какая же она после этого Елена Александровна? Она Ленка, понимаете? Слушайте, ну как она выражалась. Симпатичная или как классная чика, я бы вдул, да? Ну, знаете, как она выражалась. А вы не позволите вмешаться? Я, конечно, может быть сейчас. Да, да, да. Подключайтесь, уважаемые директора. Первые 30-е школы Екатеринбурга. Немножечко перебью вот суть происходящего разговора. Какое-то доброе слово можете в поддержку сказать? Нет, мне бы просто хотелось акцентировать внимание на том, что в документах написано, как вы правильно сказали, никто не может быть, ну там, условно говоря, оскорбленным или к нему может быть применено какое-либо насилие, в том числе эмоционально или морально, в том числе и на учителей. И это закреплено не только на законодательном уровне, но и в документах. То есть вы серьезно так говорите? То есть трэш-ток в отношении учителя? Это дети, это несовершеннолетние дети, за которых несут отместенность, законные представители, их родители. То есть все претензии вас оскорбил, допустим, мальчик. Вы должны не мальчика обозвать какашкой, и там, извините, там с семьей, а кто к его родителям претензий? Вот смотрите, здесь я, безусловно, не оправдываю те слова, которые были произнесены данной учительницей, но все-таки надо, мы, руководители, мы должны объективно подходить с точки зрения вообще происходящей ситуации, посмотреть, проанализировать. Первое, то есть не просто так же дети обзывают данного педагога, и педагог вот именно высказывается так резко и жестко в сторону детей, тоже неспроста. То есть она не может вот просто подойти, начать кричать с пустого места. Она не имеет права подойти, начать кричать. Это безусловно. Правда, как и ребенок не может сделать это по отношению к учителю. Ребенок, это несовершеннолетие, никаких вопросов к ребенку у вас быть не может. Подождите, у нас есть правила внутреннего распорядка, в том числе для обучающихся. Слушайте, если это отбороженный обормот поклонника ОУЕ. ПДН, ну для чего создано такое ПДН? Как у вас все хорошо? Пожалуйста, обращайте. А когда директора... Ну если он в течении, ПДН нет, понимаете, полицейские не дежурят. Когда директора покрывают вот таких детей. Когда они 20 минут или 10 минут трыше точат учителя. К сожалению, миленькие мои, мы сейчас должны на рекламу прерваться. Но, если кому что-то есть интересного сказать по этому поводу, звоните к нам в студию. 343, код, телефон 385-09-23. Мы продолжаем обсуждать тему. Но, может ли учитель повышать голос на ребенка, может ли он в состоянии эффекта, ну кого-то даже не говняком назвать, а всего лишь какашкой. Если вам есть по этому поводу сказать что-то умное, звоните к нам по телефону. Код 343, телефон 385-09-23. Вот, кстати, мы зацепились за казус в Верхней Синичихе, где местная англичанка из Ауч Елена Корнилова. Кстати, школа-то не простая номер 2. Мне сказали, что в определенное... Так, у нас сейчас есть звонок. Давайте послушаем. Да, говорите, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, знаете, во-первых, в школу дети приходят уже 6 лет. То есть, как их воспитали родители, понимаете? И сейчас вот есть тенденция, как бы вот у меня супруга уже 30 лет преподает и в школе, и в университете. И там получается таким образом, что много любви не бывает. То есть, детей сейчас растят таких, что вот ему все позволено. Во-первых, это к родителям вообще претензия должна. Почему не уважают старшую? Просто почему не уважают старшую? Так себя ведут. То есть, вы закладываете сейчас много молодежи, которые не отдают детей в садик. Послушаем, ой, там публика не та. Вот мы и так сформировали вот такого человека, который до 6 лет в семье все впитал уже. И это идет от семьи. Претензия должна к семье выставить, а не к учителю. Учитель учится. Вы извините, там нервов так могут натрепать. Не каждый человек это может выдержать. Я не знаю, почему мы должны испытывать человека, учителя. Это же не лаборатория. Как его выучили? То есть, вы за то, чтобы учители, если... Вы, конечно, против этого, но если по запарке и состоянии аффекта, то можно. Крепким русским словом. Нет, 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 нет. Это нельзя, но, понимаете, сегодня многие хайпуют, вот дети они, чтобы сначала выведут из... Да, 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 да. Кстати, есть такой тренд. Хорошо, что вы напомнили. Секундочку, я вас прерву. Есть такой тренд. Специально накручивают, заводят учителей, после чего врубают свои гаджеты, видео. И все это записывается. Потом редактируется. То, как они доводили, выбрасывается. И все загружается в сеть, подбрасывается журналистам. И понеслась по почкам. Хочу добавить, что сегодня они четко говорят, мы сталкиваемся в социуме, так сказать. А что ты мне сделаешь? Ему 12 лет нет. Да. Понимаете, и они это все четко знают. Так это вопрос к родителям. И мне хочется мамочке сказать, а вы придите сами и попреставодавайте, когда там человек 20-30. И они вас не знают. Вот вы в другой город уедете и представьтесь учителям начальность класса. Я думаю, вам хватит опыта жизненного и прочего провести какой-нибудь урок или поводить. Или взять класс, который ведет себя так. Я посмотрю, когда вы встанете, вы по-другому будете говорить. Все, спасибо большое. Да, Ларис, легко, вот так здорово. Я вот, например, я всегда, вот у меня много детей, они по-разному себя учились и вели. В целом умные ребята, конечно. Но чего только там не происходило. Я всегда, знаете, в большинстве случаев находился на стороне учителя, потому что задушил бы, блин, охлестал бы чем-нибудь. Это что же за параша такая вы творите с учителями? Да чего доводите? А Лариса, нет, 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 какое тут образование домашнее? Вот вам привели, давайте воспитывайте. Давайте начнем с того, что когда мужчина сказал, что дети в 6 лет приходят уже, я знаю, говнюками без 5 минут в школу. Нет, ну это нет. И учителя их воспринимают. Обычно в 7, по-моему, приходят. Ну, именно с этими самыми, как я их назвала. То есть это вообще абсолютно неправильно. Но не все дети говнюки, простите меня. Да нет, конечно. И у нас их нет таких. Да молодцы. Дети, которые воспитаны, есть дети, которые не воспитаны. Они в школе становятся говнюками и подонками. Да, я думаю, в той школе не об этих детях речь. То есть в той школе, наверное, были дети другие. Ну, давайте мы начнем с того, что нет плохих детей, есть воспитанные и невоспитанные. Не знаю, как сейчас. Я не про плохих и хороших, я про тех, которых вы сейчас назвали. Наверное, не они были в том классе и в этом инциденте. Я не могу детей так называть, когда-то кем-то, при каких-то любых обстоятельствах. Конечно, мы все против. Вот, возвращаясь к телефонному звонку, да, вот насчет хайпа. Это действительно так. Сейчас вот... Вы сталкивались в своей практике? Очень много. Это сплошь и рядом. Это сплошь и рядом. Прямо у вас в школе дети заводят учителей. И самое, самое основное... Я сталкивалась в прошлом году в школе в классе своего сына. Мы, наши дети хотели хайпануть на учителя русского языка. Чудесная женщина, 60 лет, старейший педагог. Но вот дети вдруг решили, что им 10 лет, они могут там поиздеваться над педагогом. То есть это нормально. Когда я узнала об этой ситуации, мы сразу... Я обратилась к родительской общественности класса и сказала, что успокойте своих детей, разговаривайте с детьми. Но вы сразу стали на сторону педагога или вы разобрались в данной ситуации? Я стала на сторону педагога, потому что я понимаю, что детям недозволительно вести себя, извините, как стадо быдла или еще чего-то. То есть дети должны быть... Понимать, у них должно быть воспитание. И я обратилась не к детям, а к родителям. И сказала, родители, дорогие, посмотрите, что хотят, что творят наши дети. Вот дети сейчас действительно снимают и редактируют, вот именно выставляя себя жертвами. Да. И получается, выкидывают сеть и, естественно, начинают нападать на того или иного педагога. Говорить, ай-яй-яй, какой плохой, какой нехороший и так далее. У нас сейчас ребята знают каждые свои права, но забывают об обязанностях. Откуда они узнают? Вы же рассказали. Вы же заставляете учителей рассказывать им о их правах, о их обязанностях. Нет, ну я вам скажу, что в практике этого не так много. Я не знаю, чтобы родители рассказывали о детских правах вот так подробно, обстоятельно. Я, во всяком случае, своим детям о правах никогда ничего не рассказывал. Я даже не знаю их прав. Более того, я прихожу в класс к нашим детям, рассказываю о правах, но я говорю, что в обязанностях. Опять же, расскажите мне, товарищи педагоги, обязанности совершеннолетиям помимо обучения. Какие еще обязанности должны быть? Или совершеннолетиям с точки зрения естественной? Понимаете, мы же им и про образование, и про науку говорим гораздо больше. Но это не означает, что всю эту информацию они усваивают. Они усваивают в первую очередь то, что им интересно. И если им сказали, что вот на это они имеют право, но тут же добавили, что у них есть определенные обязанности, я думаю, что про обязанности половина из них даже не запомнят. Как и мы. Мы взрослые примерно так же. У них, знаете, полтора обязанности, по сути, предусмотрено. Но хотя бы соблюдать данные правила. Вот расскажите мне такую прекрасную вещь. Это правда, что сейчас дети... Ну, я слышал, что это, может, в ваших школах это не так. Дети уже больше полы не моют. И порядок... Да, действительно, это так. А вот в армии, интересно, там же солдатики, по-моему, уже тоже прекратили мыть полы. Да, у них там какие-то ренгивые компании. Они... Что? Женщины моют за них полы? Ну, видимо. Серьезно? Я просто... Я чисто и теоретик в этом плане, потому что я отслужил... Ну, потому что есть родительский комитет родительских матерей... Солдатских матерей. Солдатских матерей, которые не позволяют детям... Вот оно, вот оно, вот оно. Вот эти родительницы-активистки типа Ларисы, вот эти солдатские матери. Это же капец какой. Они пол ни в школе, ни в армии не моют. Они пыль стереть не могут. Они не могут картошку почистить. А почему не могут? Они умеют это делать дома. Но, да, в школе сегодня... Они умеют это делать дома? У меня два сына, у меня дети... У меня сыну 4 года, он моет полы. О чем вы? Есть мама, которая... Нет, молодец, мама. Замечательная я же мать. Хорошие примеры, к сожалению, не так много в нашей жизни. Гражды более грустный пример. Нет, я их пытался обучить, но там же есть другая я же мать, понимаете, которая лучше всех все знает. Нет, нет, нет. Это должны другие люди делать. Воспитывать? Нет, школу пусть воспитывают. Уроки учить? Нет, воспитывают не школу. Пусть в школе, да, я понимаю, да, но родители считают по-другому. Вот, хорошо, что вы затронули тему родителей, потому что в первую очередь дети, они, в принципе, остаются детьми, как и 20, как и 30 лет назад, они дети. Но как воспринимают информацию родители, я сейчас не говорю про всех. Я говорю, что есть родители, которые могут, первое, и хайповать, и второе, и приходить делать какие-то, производить, вернее, те или иные разборки. То есть, и не соблюдая этикет, вот просто даже уважение... Я хочу сказать, давайте вспомним, кто у нас сейчас родители шестиклассников. В большинстве дети 90-х. А дети 90-х, что сильные большие... Алкоголики? Наркоманы? Да нет, даже не то, что алкоголики, а наркоманы. Дети 90-х, это что, это невоспитанные люди. Когда я встречаюсь, когда у меня в классе я вижу, что, ну, вот этот товарищ явно 90-х, понимаете, я не буду ждать этого ребенка. Так вы тоже дитя 90-х ведь? Ну, у меня была другая, у меня была интеллигентная семья. И вот посмотрите на наших замечательных директоров, это тоже дитя 90-х. У меня семья не рабочие крестьянские пролетариаты, а у меня семья очень интеллигентная, да. Домченые интеллигенты. Поэтому, ну, есть такой, поэтому я всегда вижу, когда ребенок, взрослый человек, это дитя 90-х, потому что он не воспитан, он не может воспитать своего ребенка. О чем мы сейчас говорим? Мы сейчас имеем у себя за партами, ну, детей, ну, явно не воспитанные. Ларис, полностью с вами согласен, вот эти рабочие, вот это быдло с рабочих окраин. Вот хорошо бы все интеллигентами были. Кто только нас кормить будет? Кто нас защищает? Кто нас забудок будет? Я как раз за работяг всегда говорю, что я за работяг, и буквально сегодня с мужем мы об этом говорили, о том, что сегодня дети не хотят быть слесарями. Ну, вот как вы говорите, там видно, работяга такой матерый из 90-х, алкоголик. Кого он может воспитать? Нет, работяги в 90-е на самом деле выживали. Им нужно было кормить семью, а не воспитывать детей. Они уходили там в 7 утра и приходили, я не знаю, в 10 вечера. Им явно было не до ребят. Ребята воспитывали, воспитывала улица, то есть улица, что мы сегодня имеем. Этих детей воспитала улица, они не могут воспитать надлежащим образом своего ребенка. Ну, не то, что не могут. И тем не менее, вы все это понимаете, вы понимаете, что дети 90-х нарожали теперь говнюков, извините. Нет, ну не говнюков, а детей из 2020-х годов. Сейчас вот дети, в моем представлении, они намного спокойнее, чем мы в моем детстве были, с одной стороны. Но с другой стороны, я вспоминаю, вот наша лютая шпана, вот эта шпана из рабочих подворотен. В моем детстве это максимум, что они могли прийти бритые наголо вдруг, вместо причесок. Их ставят в угол, потому что это вызывающе было, побриться наголо. Они застают большую расческу и начинают расчесывать свою лысину, все смеются и там начинают ужас-ужас директора подключать. Ну, то, что сейчас деточки творят, умышленно выводя, не просто на эмоции, а взрывая мозг учителю. Ну, у меня вопрос к родителям, но не как к ним деточкам. После того, такие родители, как вы, Ларис, подключаются и говорят, нет, вышвырнуть, выгнать. Всего лишь за слово какашка и то, что ей насрать на них, она им грамоты не даст. Если бы моего ребенка оскорбил преподаватель, поверьте, я бы дошла до... Ну, там неперсонализировано было обращение. Вот насколько я услышал... Ну, даже если у ребенка сидят дети и говорят о том, что... Извините, вы, какашки мои, должны прерваться на рекламу и на новости. Радио Рубка. Будет жарко. Ведущий Иннокентий Шеремет. Ну, продолжаем обсуждать тему. Может ли учитель повышать голос на ребенка? Если есть что сказать, звоните к нам по телефону, код 343, телефон 385-09-23. Кстати, вот прекрасная новость докатилась не только из Верхней Синячихи, но и из Курской области, из Рыльского района. Это вот для вас, Алексей Евгений. Директор школы порвал ухо ученику, который отказался снимать серьги. Вот. Более того, ученик утверждал, что директор школы ругался на него матом и даже обздавал пидорасом. Вот. Я понимаю, что это не про вас. Вы берете все эти новости. В интернете. Я тоже сегодня готовилась. В интернете. Мне кажется, это все. Это все. Ну, Евгений. Бедная ушка у ребенка. Вам, наверное, рассказывали, что вот я же яркий представитель зомбоящика. Вот все мировое зло сосредоточено в телеке, в зомбоящике. А в интернете, я из интернета взял, а в интернете все прекрасно. 100% педофилии, 100% детской порнографии, 100% просто порнографии, практически 95% торговыми наркотиками, людьми. Все прекрасное в интернете. Я там это беру. Вот. Мы очень далеко ушли от конкретного обсуждаемого случая. Что делать вот с Еленой, прекрасной учительницей? Ну, вот назвала она у вас в школе какашкой. И начался вот это нападение и травля учителя не в верхней синячихе, а вот, допустим, в первой или в 30-й школе. Ваши действия? Ну, без проблем. Здесь можно я скажу. Ну, то есть, есть трудовой кодекс. Согласно трудового кодекса есть такое понятие, как дисциплинарное взыскание. Ну, понятно, что будет вынесено дисциплинарное... Не, Лариса говорит уволить. Увольнение тоже дисциплинарное взыскание. Там три вида дисциплинарных. О, как вы смотрите, как вы вот так. Ну, то есть, дисциплинарное взыскание, это, по-моему, выговор. Она завтра посчитает еще как-нибудь детей. То есть, она считает, что подумаешь, что ей будет дисциплинарное взыскание. Нет, безусловно. В первую очередь, в первую очередь, необходимо разобраться в этой ситуации, как я и говорил ранее. Второе, принять то или иное управленческое решение. То есть, вот, по крайней мере, то, что я слышал, вот вы озвучили, что она там кричала... Нет, давайте начнем с того, что 10 минут подряд ваши ученики, ваши шестиклассники-синяки выводили на эмоцию женщину. Ну, правда, они ее не обзывали ни чикой, ни я бы вдул, а ну, вот просто там Еленка, Еленка идет, Еленка идет. И женщина сорвалась, наговорила вот ровно то, что она наговорила. Все, следствие закончено, ваши действия. Дисциплинарное взыскание. Какое? Да, я думаю, что мы здесь с вами обсуждаем только какую-то маленькую часть эпизод всего происходящего. А понимаете, если мы подробно этот эпизод не разберем, то замахиваться на все остальное сложно. Надо разработать схему реакции на это. Так вы понимаете, даже во всей этой ситуации мы берем только маленький эпизод. Мы не рассматриваем, что было до этого момента. Мы не рассматриваем, что было после. Что говорят по этому поводу родители, другие педагоги. Я думаю, что школа... Но я как родитель к вам приду и скажу, моих детей, наши детей обозвали. Неправда. Вы знаете, мы каждый день обсуждаем такие обращения. Я сегодня разговаривал с такими же родителями. Вы увольняете учителя или нет? Нет. Я не буду увольнять учителя. В прокуратуру жаловаться. Что будет? Без проблем. Это ваше право. Жаловаться в прокуратуру. Тогда вот родителям таким в прокуратуре топаем, пишем. Вы понимаете, что в этом случае обратная реакция последует незамедлительно. Но какая? Вы начнете травить моего ребенка в школе? Нет. Ровно на такое же количество родителей, которые обратились в прокуратуру, найдутся те, которые будут защищать педагога. А что будет делать директор? Директор объективно будет... Обезьяна разрываться в разные стороны. Подождите, мы сейчас говорим о решении в части трудового законодательства или в решении с вашей... Трудовое законодательство создано абсолютно для любой категории людей, даже для учителей. Она порочит гордое слово учитель. Хорошо, что вы заметили, что учитель это гордое слово. Конечно, знаете, я училась очень давно в школе, и есть такие преподаватели, которых я сегодня даже называю всегда, там, Строчинский Станислав Александрович, потому что это учитель с большой буквы. И, наверное, вот эти дети не будут эту Елену, как там, Корнирова, сыграть через 25 лет. А знаете, сколько таких интересных слов вообще у нас есть в классике мировой, художественной литературы, и сколько таких слов вообще может быть произнесено во время урока? Знаете? Извините, если они начнут поговорить с литературным словом, если мы возьмем из этого урока вот этот фрагмент с хорошей фразой и запишем его, и выложим в интернет вот в том ключе, в котором... Но это уже вопрос к прокуратуре, они умеют это проверять. Так, миленькие мои, давайте прервемся, у нас звонок. Здрасте. Здравствуйте, Александр Екатеринбург. Я бы хотел обратить внимание вот на какой момент, что ребенок один, это один ребенок, а когда их много, то это уже стая. Это стая, да. Зверей. Это превращается уже... Это дети. Да, они перед другом начинают... Дети. Несовершеннолетние. Красават, изображать, и уже учеба уходит на второй план. Поэтому в этом положении проигрывающей стороной является, конечно, учитель, который один в классе. На мой взгляд, нужно какое-то, ну, например, дежурство родителей поочередное в классе в таком проблемном. А плачевать рабочий день родителя кто будет? А нет, а воспитывать своих детей-то вы тоже должны, да? Слушайте, ну, учитель учится и идет работа. Про то, что проблема, это существует, и учителю одному очень сложно. И вот теперь родитель, когда он побудет, он увидит это немножко по-другому. И дети себя будут вести немножко по-другому. Но это я предлагаю только тогда, когда вот понимаем, что ситуация выходит на такой уровень серьезный. Ну, в принципе, да, наблюдал я в школах, в которых вот к вопросу, а я же мать должна работать. А я наблюдал в школах, там десятки ежематерей, они просто с утра до ночи пасутся в школе. Для них даже бары открывают, можете себе представить? В школе открывают бары, чтобы мамочкам было где тусить. А вот у меня вопрос к директорам первой тридцатой школы. А вот есть у вас вот лютые отморозки, которые вот занимаются таким трештоком и выводят людей? И с ними сладить никак нельзя. Ни ПДН, ни родителей, ни школы. Я думаю, сложно назвать школу, где таких людей нет. Они везде есть. Понимаете, они есть везде. Другой вопрос, а их количество вот в рамках школы, насколько они там скооперировались и друг с другом ведут какие-то такие вещи. Или насколько то общество и микроклимат в школе способны их подавлять. Вот если в целом здоровое общество сформировалось в школе, здоровый контингент с такими же родителями адекватными, они это достаточно хорошо гасят. Но как только их преобладающее большинство или даже они хоть чуть-чуть почувствуют силу, вы понимаете, это бесконтрольная вещь, она может выйти. И здесь я даже не скажу, что школа прям вот одна с этим может справиться. Здесь работа всех субъектов абсолютно образовательного процесса. И поэтому здесь нужно вовлекать всех людей. Что-то подобное, если нещихи у вас происходило в школах? Это происходит, я вам говорю, что едва ли не... Ну что у вас происходило такое? У Евгения практика есть такая? Ну, практика довольно большая. До 30-й школы я тоже работал руководителем еще одной образовательной организации. Там произошла ситуация не очень приятная. То есть пришел молодой педагог, только стал учителем начальных классов. И получилась такая ситуация, что чат родителей взорвался из-за того, что вот она молодая, она не умеет учить. И вот просто начались нападки со стороны родителей. Естественно, родители, родители, естественно, своим настроением, то есть дали пример детям. Естественно, после вот этого момента педагог не смогла найти общий язык с детьми, с родителями. И при этом, и при этом, и при этом, и при этом, получилась такая ситуация, что человек просто ушел из педагогики, ушел в бизнес. Будем называть это так. Но... Наверное, правильно сделала, потому что она понимает, что она физически... Ларис, кто учить там будет? Подождите, Ларис, но при этом, послушайте, Ларис, первое, то, что учителей остается очень мало, да, то есть вот стажистов опытных уходят на пенсию и так далее. Вот, но учителя, которые новые приходят, вот ни родители, ни дети, если нет поддержки, понятно, что поддержка идет от школы, безусловно. Но, когда происходит такая ситуация, ну, это очень некрасиво, человек при этом потратил пять лет, некоторые потратили восемь лет своей жизни, закончив колледж, потом университет, и потом, придя в педагогику работать. Хорошо, вот у меня вопрос. Я многих учителей, у меня оказалось очень много среднеродней и учителей, и нынешних учителей, и старых, и профессоров, там, и академиков, которые вот взаимодействовали на разных уровнях с молодежью, обучали их. И все в один голос, может, врут, говорят, что в пединститутах не обучают учителей взаимодействовать с детьми, их не учат ими манипулировать. Ну, в хорошем смысле этого слова. Их учат предмету, неким абстрактным дисциплинам, там, психология, физкультура, ну, еще там, философия какая-то. Их реально не учат тому, как взаимодействуют с людьми, там не разбирают конкретных случаев. Вот тебя начинает какой-то ребенок травить. Вот тебе начинает травить класс. Там разбирают такие кейсы или нет? Или ты приходишь и учишься на своих ошибках? Ну, кейсы ты в любом случае разбираешь, но эти кейсы с каждым годом... В пединституте разбирается это или нет? Вы понимаете, мы сейчас работаем, в большей части, с педагогами, которые получили образование, ну, лет 10 назад. Ну, в среднем так берем. Хорошо, 10 лет назад это мы учили или нет? 10 лет назад не было таких ситуаций, которые происходят сейчас, связанных с интернетом. Слушайте, в 90-е такая жесть происходила. Я, кстати, об этом сегодня говорила. Я соглашусь с вами, но при этом у нас с вами в 90-х было уважение к учителю немножечко на другом уровне. И его образ в целом был... Извините, перерываемся на рекламу. Ну, продолжаем и заканчиваем дискуссию. Может ли учитель на повышенных тонах общаться с ребенком, накричать немного, повысить голос. Ну, в конце концов, обозвать говнюком. Если есть что сказать, успевайте звонить, код 343, телефон 385-09-23. Но все-таки я так и не могу. Вы уходите от ответа, уважаемые директора Алексея и Евгений. Вот я... Короче, вот мы разобрали конкретный случай. Мы все знаем про этот случай. Как вы накажете эту учительницу? Евгений сказал, дисциплинарное взыскание, как минимум, если на то будут основания. Это выговор. Это выговор, либо замечание. И все. Оно подразумевает наказание рублю? Нельзя. Наказание рублю запрещено. У нас, если есть дисциплинарное взыскание, то мы не предусматриваем премию. То есть это подразумевает? Но это в том случае, если ее вина действительно доказана комиссией, которая расследует этот случай. Хорошо. Ходит вам вот обормот, тиктокер, какой-то опарыш, поклонник Маргерштерна. Наколку сделал на лицо, с серьгами, с пирсингом ходит. Он просто довел учителя. Он как директор рыльской школы вырвал с мясом с серьги из ушей. Вот мы поэтому и говорим, что если на то будут действительно основания. Здесь уже конкретно наказание будет учредитель. Ну, там же директор произошел. Нет, это учитель, простой учитель труда или физкультуры. Нет, здесь, безусловно, сразу... А вот у нас учитель физкультуры любил очень с разбегу. Там не было каких-то лютых хулиганов. Ну, детишки не очень слушались, не очень бегали, прыгали. Баскетбольным мячом распинул. Он точнейше с 10-15 метров баскетбольным мячом. Вы когда-нибудь держали баскетбольный мяч? Вы знаете, что он тяжелый? Иннокентий, а скажите, пожалуйста, в каком году вы закончили школу? В 83-м. В 83-м, хорошо. В 82-м, в 81-м году где-то в журналах можно найти статью, как учитель физической культуры кидает мячик в вас. Такие вещи замалчивались, о чем вы? То есть этого не было бы? Не было. Откуда он это узнал? Ну... В педе научили. Конечно, там это мы учат. Вот мы хотим здесь и сейчас найти ответ на любой вопрос. Мы хотим, чтобы не обзывали детей. Дети, извините меня, ни какашки не вызвали. А мы хотим, чтобы учителей, взрослых людей не травили. Я не хочу принимать родителей, которые мне приходят в школу и говорят, вот это плохой учитель, переведите меня в другой класс. Это сплошь и рядом. Ну, такие вопросы же быть конструктивные. Если они приходят, то даже скажи, почему он плохой. Он говорит, плохой, некомпетентный при дипломе, да, педагогического вуза. Ну, ты понимаешь, уже голословно. Когда родители могут там уже, я хочу, это совсем... Вот поэтому и в этой ситуации надо быть... Если преподаватель говорит, что вы дети какашки, вы меня простите. Ну, слушайте, ну, ну... Это неизвестивально. Я, в конце концов, неизвестиваю. Если преподаватель уже... Я бы первая сидела, писала на него, как представитель общественности. Ну, почему? Говорила, что... Потому что непозволительно. Я страшный человек. Ну, тогда нам нужны ряд произведений. Депутаты собираются, Лариса. И литературы убрать из школьной программы, потому что там тоже есть вещи оскорбляющие. Слово какашка. Я понимаю, что... Это самое деликатное, что только можно было придумать. Это в любом случае оскорбительно. Давайте тогда лингвистическую экспертизу, которая скажет, в этом контексте это будет оскорбление. Так, давайте звоночек послушаем. Здравствуйте. Говорите быстрее. Здравствуйте. Меня зовут Швятос Вит. Вы мне прошлый раз не дали до конца сказать. А у нас так. Я никому до конца не даю сказать. Я сам-то не успеваю до конца рассказать все свои мысли. Вот сейчас я вам скажу. То, что сейчас происходит, это уже результат конца цикличности. То, что с нашими детьми происходит. И вот в Америке был эксперимент. Детей остались глухонемыми. До определенного возраста дети росли, а потом они умирали. Если у родителей нет возможности самим воспитывать своих детей и обучать к образованию, надо, прикусив свой язык, надо оставлять, чтобы учителя нормально. И какашками называли, и как то ли. Я учился в школе Олимпийского резерва. Нас били такими методами, и что? Я благодарен каждому из них. До Суворовского учили, до 13 лет. Я учился у них в школе Олимпийского резерва в городе Ростов. Понимаете? Человеком сделали? Да каким? В Олимпийском чемпионом стали, потому что вас били? Нет, нет, нет. Я... Нет, не то, что человеком. Я благодарен, я прошел такие вещи в школе. Так за что вы благодарны, то, что вас били? Ну, прогресс уже есть. То есть Лариса допускает, если все-таки бить, чем тебя сделали чемпионом, то можно. Нет, ни в коем случае. Бить детей – последнее дело. Способообъяснение, самый лучший способ объяснения до определенного возраста – это не слово, а немножко, чуть-чуть. Боже, Лариса, вас не слышат психологи. Вас не слышат психологи, надеюсь. Ох, я чувствую, Лариса вас уже хочет уволить, посадить, распять. Все, спасибо. Вы знаете, вот этот случай, и, видимо, много других случаев, очень напоминает мне мое детство. Только тогда гаджетов не было. Вот у нас было любимое занятие, правда, не в шестом классе травить учителей, а вот в классе в третьем, в четвертом, ну, все-таки советские дети, они более умные, адекватные были. Вот у нас любимое занятие было летом. Мы в стаику сбивались, человек 10, и бегали к соседнему дому. Там старушки выходили выгуливать собачек. Знаете, вот таких мерзотных кусков сала, каких-то самок, вот которые агрессивно облаивают всех, и бабушка с умилением смотрит на вот эту собачку, там, типа, мусенька. Да ну что ж ты там, куси, куси его, блин, проституток этих, эту мразоту. Вот, и у нас любимое занятие, мы метрах 10-15 останавливались, и начинали все хором лаять на эту собаку. Вот в Верхней Синичихе и в других школах примерно так же. Собака не выдерживала, сало на нас бросался. Мы убегали, прятались в своем подъезде, закрывались на дверь, собака там разрывалась, но потом уходила. А мы опять выбегали и лаяли. И так 20 раз подряд. Только мы на собаку, а там на учителей. Я вот представляю, если бы у нас были гаджеты, мы бы все это дело снимали, вот, потом бы монтировали и закидывали в средства массовой информации, и в другие, там, кстати, политический след есть в Верхней Синичихе, если успею, расскажу, выкидывали, и все бы увидели, старуха-мразота с помощью жирного пса травит детей, детишки не могут на улицу выйти погулять. Понимаете, какая штука? А политический след в Верхней Синичихе, знаете, откуда это все сплыло? Вот это внезапно дети включили, записали все это, и вдруг бамс, это оказалось на паблике во Вконтакте, который курирует местный депутат и кандидат в депутаты, а он, оказывается, целенаправленно воюет с директрисой второй школы. Ей в вину становится все. Ну, там в Синичихе всего пару этих классов, пару школ. Ну, рано или поздно с этими людьми что-то происходит. Не со школьниками. Какой-то ученик закончил там 20 лет назад, попал в ДТП. Все об этом рассказывается, и предъява летит к директору, кстати. Запоминайте, Алексей Евгеньевич, кто-то погиб, виноваты директрисы. Не школьник погиб, выпускник школы, который давно закончил. Короче, времени не осталось, миленькие мои. К сожалению, не как всегда, никто ничего не сумел рассказать, ни наш зритель, слушатель, ни вы, да. Ну, осталось 15 секунд. Учитель благородная профессия. Да. Не будем забывать. Ну, это очень важно. То есть вам не надо забывать, учителям не надо забывать, родителям не надо забывать. Все-таки давайте рассматривать детей как-то совершеннолетних. Короче, так, я против, чтобы родители детей называли пидорасами и говном. Ну, блин, ну в состоянии аффекта, мне кажется, надо разрешить. Нет, понять и простить Ларису. Понять и простить. Нет, нет, знаете, а завтра другой будет такой же преподаватель. Радио «Комсомольская правда». Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда».